Побороться за престижный трофей в спортинг-клуб приехало более сотни членов нашего местного охотно-общества. Соревнования по стрелково-охотничьему спорту на кубок главы городского поселения Одинцова Александра Гусева проводятся в седьмой раз. Самому же турниру по воспоминаниям ветеранов уже под 50. Правила привычные. 25 мишеней, на каждую по два выстрела. В случае, если призеры набирают равное количество очков, следует дополнительный раунд до первого промаха. Помимо спортивного азарта, у соревнований есть и чисто практическая составляющая. Некоторые приходят с новыми ружьями, сразу ехать с ним на охотник, надо пристреляться, надо проверить, как оно стреляет. И даже со своим ружьем все равно надо иногда какую-то практику иметь, чтобы не наделать подранку, чтобы не мазать, чтобы не забыть, как ружье заряжается. Охотники шутят, надо иногда прогнать тараканов из своих стволов. Будут иногда и ходят сюда прогонять. А тем более, через месяц начнется обычная охота, даже в конце июля на некоторые виды. И со второй субботы, августа охота на пернатую дичь открывается в Московской области каждый год. Администрация города Одинцова не только предоставляет сам кубок, а финансово участвует в проведении турнира. Ее сотрудники ежегодно выставляют собственную команду, которая, хотя и не добирается до призовых мест, показывает стабильно хорошие результаты. Очень я благодарен нашему почетному члену, который в нашей организации стоит, наверное, столько лет, сколько я, наверное, больше 30. Это Александр Разберзович Гусев. Большое ему спасибо. Седьмой кубок оказался счастливым. Сразу двое участников показали высший результат – 25 битых мишеней из 25. В дополнительном испытании победу одержал Дмитрий Горбатов из Голицына. У юных охотников первым был Владислав Царев, а в женском зачете лидировала Юлия Сазонкина. Кстати, сотрудница городской администрации. Петр Горохов, телекомпания Одинцова. Спасибо. 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 Спасибо.